Время итогов и наград. Покровскому району 83. Урочище Верочкина роща стало местом встречи жителей поселка и гостей праздника. Сегодня Покровский район, тот район, который живет, гордится своим прошлым, не забывает его. Но самое главное, ставит задачи перед собой. Отрадно, что большое внимание уделяет сохранению исторической памяти. Особенно важно это сейчас, в преддверии 75-летия освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, приводится в порядок войск захоронения. Создается все для того, чтобы в школах хранилась память и наши дети знали историю. Делается все для того, чтобы рекордный урожай прошлого года, а напомню, что 300 тысяч тонн зерна принадлежит именно Покровскому району в Большом Орловском каравае. Я уверен, что и в этом году не будут снижены результаты. Историю Покровского района, да и в целом всей страны делают конкретные люди. И я бы сегодня хотел поздравить семью Андрея Ченковых, которые сегодня, ну в этом году отмечают 50-летие своей совместной жизни, создания семьи. Ни в одном районе не обратились за выделением денег по депутатским наказам на книги. Вы первые, вы единственные. И это говорит о том, что у ваших детей будет самое светлое, самое доброе, самое замечательное будущее. Естественно, по депутатским наказам я выделяю деньги на обновление библиотечного фонда. На самой лучшей из всех планет народ могучий и президент. Моя отчизна, моя Россия, моя душа. К этой праздничной дате мы подошли с хорошими результатами. В взаимодействии с правительством Орловской области, областным советом народных депутатов нам удается успешно воплощать жизнь в соединительные идеи, которые были намечены ранее и призваны улучшать качество жизни каждого жителя района. Район славен промышленностью, которой удалось удержаться в лихие годы и продолжает работать за год пневмоаппарат. Район славен крестьянско-фермерскими хозяйствами. Очень одна из лучших в области потребительская кооперация. Покровский район Покровский район – это очень душевный, добрый, я бы сказала. Здесь живут хорошие люди, которые всегда готовы прийти на помощь. А вот такие праздники, как День района, они объединяют, они помогают почувствовать все наше единство, нашу доброту. Урожайность, люди хорошие, спортсмены хорошие, что что, медицина? У нас самые хорошие, добрые люди. Поля все пашутся, урожай хороший, мы довольны. У нас нет захламленности в районе, очищаются улицы. Наталья Пехтерева, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».